Привет мои металюги, решил попробовать себя в новой рубрике и это рубрика разбор альбома. В данной рубрике я буду разбирать более подробные тексты песен на этом альбоме и так далее. Итак, на повестке дня легенда нью металла нулевых и это Линкин парк с их дебютом. Завари кофе или чай, врубай диско. Без лишних слов начнем сразу же разбирать песни. Вступительный трек на который был снят клип это паперкот. Стилистически это чистый нью металл. Скричи, есть пониженный строй, есть речитатив, тоже на месте, текст про нестабильное психологическое состояние, на месте, а вот тут поподробнее. Это песня о человеке, гонимый паранойей. Постоянная тревога на сердце у лирического героя доводит его до таких крайностей, что он просто из-за своей паранойи не может выйти из дома из-за страха. Также в тексте было про голоса в голове, да, именно в голове у лирического героя. Что нам может прямо говорить о том, что паранойя вызвана либо сильным депрессивным состоянием героя, либо о прогрессирующей шизофрении. Кстати, Майк и Честер любили эту песню только потому, что эту песню было легче всех исполнить вживую. Насчет клипа, не знаю, совпадение или вдохновение, но фильм ужасов, Пульс, 2007 года повторяет атмосферу и стилистику клипа. Также трек попал в саундтрек, Рифма Хуруфма, в саундтрек Противостояние, там еще Гоцмик, Дищербит и Драунинг Пул играли. Но да ладно, переходим на следующий трек. Итак, трек One Stick Louser это первый сингл группы, который тоже имеет клип. По стилю опять-таки не металл, только более агрессивный и динамичный, чем предыдущий трек. Смысл песни прозрачен, она о состоянии, когда ты вот-вот сорвишься от навалившихся проблем, но ты это терпишь, но в итоге случается срыв. Также если подумать, то трек изначально может показаться о односторонних отношениях, это когда любишь девушку, но она тебя ненавидит или игнорирует или же наоборот. Также стоит упомянуть скрим «Заткнись» перед последним припевом «Боже, это просто ахерина». О клипе, Майк терпеть не может клип на данную композицию, из-за съемок и из-за того, что его снимал порно-режиссер Грегори Дарк. Также примечание, трек был в Мишепе с Джей Зи, с треком 99 проблемы с «Ну что же, идем дальше». А вот третий трек не имеет клипа и вообще не является синглом. Но трек от этого хуже не становится, а наоборот только лучше с осознаванием того, что не только сингл может быть лучше остального. Трек «Вис Ю» был тоже нью-металлом, но со своей изюминкой. Трек на фоне был очень мелодичным, но при этом весь кач нюшки никуда не делся, текст стал более открытым и глубоким. А сам трек о сложных отношениях с девушкой, которую ты искренне любишь, но не всегда любовь взаимная, и порой ссоры могут разбить сердца двум сторонам. Из примечаний, трек попал на ремикс альбом Reanimation 2002 года, обложка у которого лучшая за всю историю группы. А вот четвертый трек возвращается к началу альбому и после мелодичного и меланхоличного «Вис Ю». Трек «Поинтес оф Аторити» был прям сильным ударом в поддых. Это как сначала выпить чай с Мелиссой, а потом бахнуть три банки Редбула и «Да, лучше так не делать, ваше здоровье мне важнее». Ну а по стилю такое же нюмесиво как во втором треке, само название «Поинтес оф Аторити» переводится как «Преимущество власти», исходя из контекста песни автор. Скорее всего, подразумевал разговор со своим внутренним я о том, как важно никогда не сдаваться, не обращать внимания на неудачи и двигаться вперед. Также на трек вышло стильное лайф-видео с выступлением LP, и трек как и все остальные из дебюта вышли в реанимации. И вот мы снова вернулись к грустным трекам, но в отличие от «Вис Ю», этот трек стал синглом и получил свой видеоряд, по стилю это «Вис Ю», но помедленнее и для еще большего количества слушателей, трек неоднократно крутили по радио, по музыкальным телевидениям, и также трек получил статуэтку Грэмми в категории «Лучшие хард-рок исполнения» в 2002 году, трек о душевной боли Честера из-за тяжелого детства и из-за стресса, перенесенного после всех событий из детства, это то ощущение, когда ты чувствуешь себя пустым и ничтожным, что у тебя идут по коже мурашки. О клипе, как всегда идеально, и еще лучше в качестве 4К, изначально в конце клипа музыкантов должно были убить осколками с потолка, но из-за того, что лейбл был против, пришлось отказаться от этой затеи. Трек Ранауэ, который идет под номером 6, так и не удосужился ни клипа, ни сингла. Ну а трек тоже хорош, это кролинг, но уже с веселым саундом и с более быстрым темпом. И еще, на заметку, припев на уровне главного трека, скоро до него дойдем. Также трек отдавал альтернативы тех годов, песня о поиске себя и о понятии себя, убегая от одного понимания прибегая к другому пониманию, но в итоге герой запутывается в себе и не может понять, кто он и чем он является для этого мира. И вот, главный трек с альбома, трек который был бесчисленно показан на ТВ. Трек бивший рекорды по продажам, передовая компьютерная графика на те времена. Тот трек с которым ассоциирует группу по сей день, да, нам это хит номер один, но In The End не надо оставить за бортом премии, всемирная слава и не только это только от одного трека. На этот раз это был самый спокойный и самый размерный трек с альбома. Да были и эмоциональные кричалки перед финалом, но это больше добавляло эффекта спокойной эмоциональности, что в итоге вызывает мурашки от глубины. Трек о смысле жизни и о ценности времени, которое ты живешь, ведь со временем ты начнешь понимать, что время не бесконечно и рано или поздно настанет конец. Клип, охеренный, слов больше нет, работа на все времена. Еще один недооцененный трек Элпишников, такая же злая нюха с рэпчиком и гитарными запилами в начале, с крутым припевом и с охеренным скримом чисто. Прочь трек о тех людях, которые тебя раздражают настолько, что просто хочется испортиться или просто найти то место, где не будет этих мудил. Фаргутен это самый рэповый трек на альбоме и тоже акгромитловый. Не самая любимая песня на альбоме, но лирика трогает. Лирика повествует о свойстве людей забыть и забыть, и если человеку невыгодно, когда его спрашивают о прошлом, то он говорит «я забыл». А вот о этом треке нечего сказать, просто мистер Джохан Миксанул все сразу и получили трек. Итак, последний трек альбома, и этот трек самый эмоциональный на альбоме, Честер впихнул больше, чем свою душу, и трек может пробить на слезу. Но к сожалению трек снова группа обидела синглом, трек о отношениях, очень сложных отношениях, и о постоянной ложе, чтобы быть вместе с возлюбленной при всех конфликтах. Также этот трек получил ремикс и попал в фильм «Валентин», который наши локализаторы перевели как «День святого Валентина». Итоги. Альбом прекрасен по всем фронтам, по музыке, по лирике, по эмоциональной составляющей, по стилю и т.д. Тут есть как и жасткие песни как «One Stick Lauser», «By Myself», «A Place for My Head» и «Fargotten». Так и грустные мотивы как «With You», «Kriling», «In the End» и «Pushing Am Away». Альбом захватывает историю и трудной жизненной ситуации Честера, что в итоге выливалось в музыку для людей с такой же проблемой. Хорошо, когда творец не скрывает своих чувств и открывается для людей в другом свете. Этот альбом должен послушать каждый, кто считает себя миломаном, ну или любителем тяжелой музыки. Итак, от меня оценка 120 сотых. Работа на все времена. Ну вот такое видео, дамы и господа. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео то ставьте лайк, а если не понравилось то поставь дизлайк, я в будущем буду учитывать ваше мнение. Посмотрите мои другие видосы и все пока, дисков. Субтитры сделал DimaTorzok